Перью не ставили на церковь, да? Государство должно быть государством, а церковь – церковь. На самом деле, живой церковь, толковый утверждение истины. Ведь истина не просто говорится, она исполняется. Исполняется. Он сказал «иди», значит «иди». Потому что заманяешься. Слышащие Слово Божие исполняющие. Да. Как Павел пишет, горе мне, если я неблаговестный. Для меня это горе. Если я у горе, значит я неблаговестный. Если я говорю, значит я живу. Всё. Это для нас. Спасибо, Господи. Я уже пью, я из вас знаю, сколько объяснений. А за Пасхи вообще вот это. За яйца, да. Как и Израиль, так и церковь, получается, на те же самые грабли наступала. И наступает. И в принципе, почему Павел, ты пишешь, Коринфянам, что написано было об Израиле, об исходе, там, в том же самое. Это написано нам. Не чтобы мы там судили их, там, значит, там осуждали, или как-то там мудрствовали, а чтобы мы не грешили, чтобы мы не повторяли этих ошибок, чтобы мы учились на примерах других. Потому что, как обычно, человек невозрождённо реагирует на историю, ну, на любую, даже хоть там далёкую, хоть недавнюю. Вот если бы я был бы там, я бы так поступил, так бы поступил, так бы. А верующий, нет. Он смиряется, он знает, что по милости Господне, так вот, да, действительно всё движется и существует, и он сам. Вот, значит, и по милости Господне мы сегодня верующие, сегодня здесь, вот, и действительно, что вот оглядываясь, особенно, какой-то промежуток времени назад, допустим, понимая, что это, ну, как в том псалме поётся, «О, благодать спасём тобой». Я исключили беду. Вот, знаете, из истории этого псалма нет, читали, я как-то прочитал, так удивился вообще. Написал некто Ньютон, значит, англичанин, который занимался, ну, таким нечестивым бизнесом, человекохищничеством, вот этим, продажа людей, работорговли. Да, и, значит, а ему друзья говорили, что так вот так, что-то грех, что-то, то, чем ты занимаешься. Вот, но он смотрел на чёрных, как на нелюдей, поэтому, как бы, для него это не было её понимания грехом. Вот, как бы, ну, не животные чёрные, но, как бы, ещё не люди так вот. Ну, как Дарлин, читал, допустим, в то время, в 19-м веке Дарлин, тоже, он читал, как бы, многих чёрных, там, азиатов, переходными звеньями, вот такими, как бы, не совсем людьми. Вот, социальный бермянизм, из него, как бы, предложение, учение Чарльза, из него родилось, впоследствии, вот, и фашизм, да. А, значит, сейчас всё уже увидит, но, там у нас много папок показалось, я не знаю, где его искать, примерно, скажите, в какой папке, где она там. Оооо. Скажите, он на флешке или на телефоне, то есть, там, на связи с флешкой, есть телефон, и в какой папке, каком разделе. По-моему, я и там, и там, по-моему, на карточке. На карточке. Вот я сейчас открывал на карточке, да. На карточке. Так, а, а папка так называется, вот, вот, 2018-09-03, access. Это папка так называется. Папка так называется, да. А в ней там... И в ней уже файл. А в ней уже файл, там и PDF должен быть файл, и Word. Word и Word файл, да. Я как раз назвал этим образом. Как раз начало занятия у нас, третье число было. Вот, и, значит, и слава Богу, вот такое было происшествие. Ньютон этот покаялся во время шторма. Ураган был, буря, значит, и корабль уже погибал фактически. Корабельщики все вопили к Богу, значит, и вот эти черные тоже вопили к Богу. Вот, как бы, вот его очень сильно коснуло, что вот в этот момент все молились, вопили к Богу, значит, и он, как бы, вот с Богом заключил такое, как бы, вот, вот обещание дал Богу, что если выживет, если корабль сохранится, он выживет, то с этим бизнесом он заканчивает все, значит, не будет больше этим заниматься, и, значит, этих нас свободы отпустит, вот, значит, и, значит, покаяться в церкви. И, значит, и, на самом деле, было чудо, шторм ни с того ни с сего. Как внезапно начался, так внезапно ее затих. Вот, корабельщики были в шоке, потому что, ну, это, как бы, надприродно было, на самом деле, сверхъестественно было это все, потому что, по их приметам, ураган только начинался, он должен был еще идти-идти. А у них все уже, мачта поломана уже, паруса сорвана, то есть, ну, все, шансов никакого управления никакого нету. Корабль, а при чем был? Трещала уже пошла. Значит, был спасен, штиль, как бы, такой наступил, как бы, и их течением вынесло, еще тоже чудо, в нужное место, короче. Вот, значит, то есть, ну, и вот Ньютон этот, Ньютон этот, он, как бы, вот, на... еще, будучи на корабле, написал этот псалом, вот, значит, ну, по другой версии, он написал только первый куплет, а уже, спустившись на берег, уже там дальше написал, уже потом. Ну, короче, уже будучи на служение, там, у себя в Англии, вот, он исполнил этот свой псалом, эти стихотворения зачитал, значит, и исполнил песню эту. Вот, и до сих пор это одна из самых, или даже пишут, самый исполняемый псалом в истории христианства. Вот, даже... Он является даже гимном, кстати, вот, племени индейцев Чароки, кстати, в Америке, в Северном Америке, Чароки взяли себе такой гимн национальный. Вот, там, когда через Чароки началось пробуждение, просто, там разные были племена, которые... Некоторые были очень агрессивно настроены против христиан, значит, другие, как бы, там, слушали, а были очень сильно расположены. Вот, и в Среди Чароки началось пробуждение большое. Вот, просто, ну, национальное пробуждение. стали каяться целыми кланами, целыми народностями, и вот, значит, и чуроки взяли себе этот гимн, вот именно, у них там предание такое, что с этого гимна у них вот началось там это пробуждение, вот, значит, им перевели на их язык, вот, и они исполняют на английском тоже сейчас, вот, как свой гимн, национальный гимн, очень нравится мне псалом этот, вот, и, значит, и, да, церковь, на самом деле, она из людей состоит, да, и распространяется людьми, да, но она божеская, действительно божья, она сверхъестественная, она в этом мире. И очень хороший пример, вот этот, что верующие христиане рассказывали о своем покаянии, но это тот прежний преподаватель говорил, как моряк, который спасся от штурма, вот, настолько это ярко, как моряки везде при всякой встрече, они свидетельствовали о спасении, то есть это чудо, так вот и верующие с таким энтузиазмом, и вот, видите, эта песня, тем более, так родилась, такой, как бы, параллельно, интересный, очень пример. Да, слава Богу. Запомнилось очень, вот, никогда не пересекались, не читали, что 40 лет после Иисуса не принимались жертвы, для нас это вообще был такой интересный, очень захватывающий, как-то никогда. Там, если тему глубоко дальше разбирать, там еще много, еще более захватывающих вещей, ну, просто вот это, касательно экклезиологии именно, вот, думаю, вот, как раз вот, надо запомнить этот момент, ну, он запоминаемый такой. Вот, значит, и как раз это очень сильно убеждает, действительно, если человек, ну, как бы, нормально, логично рассуждает, то, ну, любой человек осознает, что действительно это указание на Иисуса. Ну, а кто еще в 30-м году еще? Что еще произошло? Да ничего, никаких исторических событий, вот, чтобы повлияло на храмовое служение, только смерть того, над кем написали, что он есть царь иудейский. И все, как бы, вот, это слишком много для совпадений. Действительно, Иисус есть Христос. Вот, это самое такое великое отправение. Вот, тоже молюсь, конечно, о пробуждении исламских народов, вот, где ислам является религией, потому что, главенствующий, потому что у них есть частичное, вот, понимание, что Иса Масиль, да, вот, Иисус есть Христос. Но, вот, дальше у них закрыто, что он есть сын Бога Живого. Вот это, к сожалению, закрыто. Даже наоборот, в Коране, там, говорится о них, в их писаниях, что, значит, отцом для смертного не называй его. Ну, то есть, Бога нельзя называть отцом вообще в исламе, ну, классическом исламе нельзя. Это считается ересью. Вот, значит, за это, ну, смерть за это, по законам шариата, вот, положено, значит. То есть, человек, значит, который осмеливается к Всевышнему Богу обращаться, как к своему отцу, вот, значит, он, ну, еретик в их понимании. Вот, и, поэтому, и самого Иисуса тоже, да, Иса, они отрицают, они не верят, что он Иисус Божий. Вот, и даже есть мечеть, вот, на которой на все четыре стороны света написано, да, спасибо большое. Отлично, спасибо большое. Вот, значит, и на все четыре стороны света там написано, что у Бога нет сына. У Бога нет сына, у Бога нет сына, у Бога нет сына, на все четыре стороны света. Вот, это очень, ну, как бы так вот, ну, печально, конечно, что люди вот так вот ожесточаются. Хотя, знаете, значит, сейчас вот среди мусульман пробуждение довольно хорошее, большое уже, слава Богу. Вот, я на этом бываю, когда на Кавказе, но сейчас я не знаю, когда буду, теперь уже, вот, сложно говорить вообще, что это о будущем. Но, вот, вот, когда бывал прежние годы, то, значит, бывал там в общинах, мусульмане, веры евангельской, получается, как бы, мусульмане, или иссахиты. Вот, и, конечно, для меня это было таким просто переживанием вообще, откровением, что вот, да, среди мусульман такое духовное сильное пробуждение. Вот, и у многих такие свидетельства просто, ну, потрясающие. У нас в Грузии тоже, значит, есть один брат там чеченцем, он из такого ортодоксального такого махабитского такого тейпа, значит, и он стал, уверовал, короче, в Иисуса, как именно в Сына Божьего. Вот, сам уверовал, то есть Бог его так спас, вот, просто по благодати. Он видел Иисуса, ему Иисус явился на горе. Вот, он охранял свое село, значит, и вот после этого видения, там, короче, мозги на место стали сразу. Оставил там автомат, все оставил там на месте поста своего и пешком ушел в Грузию, короче. То есть, одно видение, одна встреча с Иисусом, все полностью поменял у человека, абсолютно, совсем другой человек. Удивительно, конечно. Да, слава Богу. Так что, друзья, продолжаем тему экклезиологии, учения о церкви и понимания того, что есть в церкви, да. А, тоже там ошибка небольшая есть, но незначительная ошибка. Вот, значит, кое-что вспомним сегодня, сегодня завершение такое. Я вчера тоже так вот немного так, и сегодня немного заскучал за своими, конечно. Вчера у дочери, младший самый, день рождения, там, они там тортик без меня поели. Каждый день у них тортик был. А сколько же день? Тринадцать, вот, и, в общем-то, да, взрослые уже. Вот, тоже и в татарской тоже, в принципе, традиция, там же так же. Вот, и в еврейской традиции бар-мицва, бар-мицва есть 12 лет для девочек, бар-мицва для мальчиков 13 лет. Ну, вот, и это очень интересное такое, вообще, очень интересное переживание. Как Иисус тоже обратили внимание, многие не обращают внимания на это, что Иисус-то на Пасху, когда потерялся в храме, да, ему уже было 12 лет. Вот, и почему он именно в этом возраст? То есть, он потерялся и объявил Бога своим отцом, в дом, в храм Божий, дом отца своего, назвал. Очень сильное откровение такое, то есть, если он родился, путается, осенью, то, значит, на Пасху ему было, да, 12 с половиной лет, как раз время к бар-мицве, к бар-мицве все шло. И Иосиф, значит, получается, как отец, да, он просто-напросто, он был в очень такой щекотливой ситуации, потому что он должен был объявить его сыном, именно своим непосредственно. Вот, понимаете, значит, а он праведный, солгать не мог пред Богом в храме, значит, и должен был посадить сына на себя, значит, и вот, как бы, вот, и объявить его, да, вот, своим сыном, вот, не просто воспитанным, а рожденным, именно им, во чем дело. Вот, а Иисус избавил его от, значит, этой, ну, как бы, соблазна. То есть, это было такая традиция, да, что 19-летие, типа, да? Конечно, да. Вот, к 13-ти годам совершалась вот эта вот бар-мицва. Вот, и самое главное в бар-мицве, это как раз, и в бар-мицве тоже самое, в принципе, самое главное, это как раз, вот, это осознание, что делают евреи взрослым, это осознание, понимание Бога своего отца, вот, значит, родителя своего вообще в целом родителя, и мама, и папа, и все, то есть, как бы, мама, и папа, родители твои до 13-ти лет, вот, значит, потом они, как бы, уже, ну, больше брак или сестра. То есть, они тоже родители твои по-прежнему, но в 13-ти годах ты должен уже полностью переключиться на то, что твой родитель – это Бог. Авинум молкейнум шеба шамайм – Отец, Царь Вселенной, Который на небесах. Да, и мне поэтому очень жалко мусульман, которые действительно не понимают и не принимают того, что Бог – Он не просто Творец, а Он – Отец. Вот, и когда со своими родственниками общаюсь я, допустим, вот татарская моя семья, то, значит, там мне братьев много очень, двоюродных, троюродных, много очень братьев там, по всему татарстану фактически, значит, там и некоторые из них стали такими уже, ну, активными мусульманами, то есть, раньше они были просто обычные советские мусульмане, такие неверующие, как правило. Вот, а сейчас, так, будем так говорить, приобщились, религии, регулярно мечеть ходят там, у Ринатки был я, у Ринат, это мой, это Ринат, это мой один из братьев двоюродных, вот, у него там в холодильнике все халяль только, значит, у него коврик, у него все там, чин по чину все, и он в такую ордококсальную мечеть стал ходить, такую, ваххабистскую, такую, такую, очень, такую, радикальную, вот, значит, и, ну, я ему тоже говорю, что, говорю, вот, в Коране, говорю, 99 имен Бога всемогущего, говорю, они все есть в Библии, говорю, я могу их назвать всех из Библии, что он всемогущий, он творец, и судья, и прочее, это все они называют именами Бога, вот, говорю, хорошо, это все, я могу тоже назвать именами Бога, и их много, в Библии те же самые, что и в Коране, но, говорю, в Библии есть то, что нет в Буране. И что, говорю, для меня самое ценное, самое великое. И вот он, а что самое? Для меня это то, что он мой отец. Что он не просто творец, не просто создатель, не просто судья. Это как, ну, есть такой как притча, не притча, анекдот, не анекдот, ну, как бы старая такая еврейская притча еще средневековая, про двух евреев. Значит, время как раз вот такое же было, тоже перед Новым годом, перед Рожь Хошана. И, ну, обычно все нормальные евреи, такие религиозные, серьезные в эти дни, готовятся, как бы, там, да, все-таки шутки перед судьей. Предстанешь, значит, как бы, ну, так, хэшбон называется, подсчет. С долгами, все, наверное, рассчитаться, там, значит, там, как бы, чтобы никому не должен, значит, там, и вообще, как бы, там, какие-то добрые дела сделать, вот, какие-то погрешности допустил, допустил в течение года, как бы, ну, с ними надо как-то там распрощаться, там, ну, то есть, как бы привести порядок дела, значит, ну, и приготовиться к встрече с царем, царей. И один еврей, там, значит, там, ходил по городку, значит, где-то там под Бердычев, значит, и радовался, радуется. Ему там другой набор, наверное, еврей говорит, «А чего ты радуешься? Вот сейчас хорошая шанс, скоро, значит, там, и это суд, и Йом-Кипур, значит, а ты какой-то вообще?» «А так, а мой судья, это мой отец, вот я и радуюсь». И все, «А, ну, хорошо, радуйся, радуйся дальше». «А если по-новому заветному, так вообще не просто отец, а отец, возлюбивший мир так сильно, что отдавший самого себя, отдавший сына своего, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. И все пожелания еврейские, вот в эти дни, как раз, вот, Роша Шана, там, предстоящие, как раз именно, ну, славкого Нового года обычно такое, такое народное, присказка такая народная. А вообще пожелание, чтобы Бог Всевышний записал тебя на добро, как бы, в книгу жизни записал, записал тебе твое имя. Вот, и считается, самое такое крутое пожелание, такое, что Бог пусть запишет тебе в книгу жизни, как бы. Вот, и Айвы, спасибо, я записан, спасибо, прописан кровью Иисуса Христа, как бы Господа. Ой, спасибо, Господи, спасибо. Да. И, друзья, вот, из того, что звучало уже сегодня, ну, вообще, эти дни, слово «экклезия», само «экклезия», от какого слова? Помните греческое слово такое? Из призм. Ну, да, а как оно звучит по-гречески, это слово? Экклез. Калео. Эккалео. Эккалео. Ну, просто «калео», даже «калео», да. «Экккалео» – это «из призванных», «из приглашенных». Тоже. Давайте мы сейчас вспомним, вспомним, и себе это отметьте обязательно. «Экклезия» от слова «калео». «Экккалео» – это «из откликнувшееся на приглашение». «Экккалео», да, «откликнувшееся на приглашение», собственно. «А еще помните такого афинского законодателя Солона?» Я его так вспоминал, так скользко. Короче, это человек, который в эллианском мире, законодатель, который «экклезию», вообще слово «экклезия», он ее, это слово, как бы вот, расшифровал для всех. Потому что были разные мнения, что такое «экклезия». Вот, он записал определение такой «экклезии». Так, читаю его определение, там, зачитываю. что это чрезвычайное собрание всего народа. Ну, опять-таки, там, всего народа, на самом деле, ну, свободных граждан, будем так говорить, свободных граждан города, потому что там рабов не считали в этом собрании. Вот, и опять-таки, тоже, не всего народа, ну, опять-таки, всего народа, да, но, кто пришел, тот пришел. Вот, если кто не пришел, то все равно закон принимали. То есть, как бы, ну, то как бы человек просто не участвовал в этом получается. То есть, чрезвычайное собрание всего народа для разрешения самых важных государственных дел. То есть, это чисто политический термин, такой, Салом, он почти сломал, созвучно. Он, значит, определил Экклезию, как политическое такое собрание, да? Чрезвычайное собрание всего народа для решения самых важных государственных дел, превышающих полномочия постоянного управления. То есть было постоянное управление в полисе, ну, в любом городе, там, да, конечно же, отцы города. Но то, что отцы города, их превышали полномочия, да, будем говорить, да, какие-то дела, да, записали, да? То есть чрезвычайное собрание всего народа для разрешения самых важных государственных дел, превышающих полномочия постоянного управления. В принципе, Экклезия вот и до Иисуса Христа, это слово также употреблялось, ну, так вот, и после даже, после написания Нового Завета в Эллинском мире по-прежнему еще использовалось вот это слово таким образом, Экклезия. Вот, а с чем можно сравнить Экклезию, да, я говорил, вот, допустим, вечи, вот, было такое новгородское вечи, допустим, вот, господин Великий Новгород, город, имел вечи свою, вот. Так, а Экклезиология, само слово, кстати, да, что это за слово? Учение Церкви. Учение Церкви, да, что есть Церковь Бога Живого, что такое есть Церковь Бога Живого. А также Экклезиология еще рассматривает ошибки, победы и достижения, как бы, Церкви. То есть, получается, ошибочные учения, правильные учения церковные, ошибки Церкви и достижения Церкви тоже рассматривается. Экклезиология, вот, я вчера, помните, называл, тоже такое ложное, допустим, у меня проучение, да, антихристовое представление об Экклезии, как об иерархии, вот, через такую непрерывную систему рукопозложений. Так, еще что вспомним, значит, фундаментальное, а, вот, да, исповедание апостола Петра, фундаментальное для Экклезиологии. Помните, да? Сказал, ты Христос, Сын Бога. А, вот это вот основа, основа всех основ Матфея, там, 16-16, да, что ты Христос, Сын Бога Живого. Ты Христос, Сын Бога Живого. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Да, и еще, вот, тоже это очень важно, что Иисус есть Христос. Вот, и здесь рекомендую Джош Макдаула. Вот, я, значит, обычно всем рекомендую, вот, по поводу доказательств того, что Иисус есть Христос. И вот такие главные мессианские пророчества. которые, ну, точно доказывают, будем так говорить, рождение от семени женщины. О, помните Бытие, да? Бытие записал я, 3,15. Рождение от семени женщины. Вот. Что это за семя женщины? Что будет, будет рождено, получается, рожден будет человек, мессия, значит, вот, сверхъестественно, без мужчины. И, значит, и так как получилось, кстати, в исламе тоже в это верят, в Коране тоже, там говорится, что, что Иисус, Иса был, вот, от Духа Святого, от Духа Святого. Я, кстати, даже, даже и рассказывал тоже, там, когда вот с мусульманами общаюсь на эту тему, я говорю, смотрите, говорю, даже в Коране подтверждается, что единственный человек на земле из всех живших, вот, именно, рожден был сверхъестественно, от Духа Святого и Девы Марии. Рух Кудус, да, вот, или Рух Акадош в еврейском, вот, значит, именно сверхъестественно. Да, и исполнение новозаветное, это Галатам, вот, 4,4, и Матфея, ну, Матфей, конечно, 1,20, как раз там, собственно, о Рождестве. Тоже запишите, да, вот, Галатам 4,4 и Матфея 1,20, 1 глава, 20 стих. Вот, это такое, одно из главных мессианских пророчеств Библии. Вот, данное еще, то есть, обетование, данное еще в раю, получается, там, ну, момент всего этого, происходившего тогда. Вот, потом рождение от девственницы, вот, тоже это очень важно. Мусульмане и в это тоже верят, тоже верят, и написано там у них в Коране и праведницей, мать его была. И там, значит, там разные переводы есть смыслов, имеется в виду, что она была вот именно девственна. Значит, у Исаии, о, Исаия записался бы тоже, 7,14, как раз, ну, где говорится, что дева, вообще ее примет. Кстати, там тоже выражение молодая женщина есть, есть дева, вот, и в оригинале именно дева. Вот, хотя, Исаия 7,14, Исаия 7,14. Вы просто себя зафиксируйте там, значит, там, в транспектиках. Вот, а исполнение, опять-таки, ну, у Матфея, первая глава там, да, вот, и у Луки, тоже первая глава, 26-35. Получается, у этих евангелистов, да. Потом, вот это, конечно, то, что у мусульман этого нет точно, значит, и то, что иудеям тоже очень трудно принять, вот, именно в таком новозаветном формате. Что он есть Сын Божий. Сын Божий, понимаете ли, ну, это, опять-таки, ладно, это уже апологетика, там, дальше на Уходе тоже, как бы, с этим соприкасается. Но, вот, наше убеждение в том, что он Сын Божий, не просто, как, все мы Сыны Божьи, вот, именно, ну, в таком смысле, вот, как верующие, да, вот, но он Сын Божий, перворожденный, будем так говорить, да, значит, первородный, единородный, даже единородный Сын Божий. Вот в Псалмах 2.7, вот такие, из Верхового Завета, такие цитаты, они пригодятся. Псалмы, из Псалмах 2.7, потом Паралипоменон, 17 глава, 11-14, да, потом Второе Царство, 7-12-16, вот, вот, как раз, будьте здоровы. Вот, значит, и, да, Второе Царство, 7-12-14, ну, из Нового Завета там уже много цитат, из Нового Завета там целый список. 17-11-14, а из Нового Завета там полно цитат, я вот здесь себе выписал, здесь целый список прям, есть Нового Завета, прям, пестрит этими цитатами. Матфея 3.17, ну, 16-16, уже выше названная, Марка 9.7, ну, в Деяниях, то есть, как бы, Новый Завет весь, собственно, вот, как бы, говорит о сыновстве, что сын Божий, сын Божий. Так, еще что, давайте мы сейчас... А, еще из Иоанна, кстати, вот, первая глава, да, вот, 34-49 стихи. Ну, вообще, у Иоанна, чем мне, как бы, если мы Евангелие сравниваем, да, то Иоанна, вот, 1-34-49, тоже, да. Значит, что у него, именно вот это сыновство Иисуса наиболее развито, открыто, вообще, божественность Иисуса, божество Иисуса очень сильно открыто. И, конечно, вот, вот, Евангелие от Иоанна, оно стоит вот прямо таким особняком, на самом деле, удивительно. Мы даже на евангелизациях там брали, вот, именно отдельно, вот эти вот, Евангелие от Иоанна, вот, с комментариями, и очень хорошо было, мне понравилось, вот, как раз использовать, как в евангелизме, божественность Христа раскрывается. Вот, и, еще, талмудические исторические доказательства, ну, эти вы помните уже, да, вот я хочу зачитать, здесь у меня выписано, кстати. Есть книга такая, ну, там много лишнего, много суеверия, вам, может, это даже не нужно. Значит, я читаю всякую литературу, и мусульманскую просто, и иудейскую читаю литературу, значит, и все фильтрую Библией, Новым Заветом непосредственно, потому что очень много там лишнего всего. Но, но, из талмудических вот этих учений, Раф Ильяху Китов, книга нашего наследия, можно это кому-то, кстати, вот из, потом слушателей, зрителей, это пригодится. В течение, вот он пишет, цитата буквально взял, в течение последних сорока лет существования второго храма, жребий никогда не выпадал на правого козла. Тоже для ортодоксальных иудеев это было знамение. Они бросали жребий, вот, значит, но у них были свои, вот эти тоже, там, говорю, около ста, в Талмуде, около ста вот этих, как сказать, таких косвенных подтверждений правдивости Евангелия, правдивости Нового Завета. И вот, когда бросали жребии, у них все-таки было такое, ну, как бы, что если на правого попадет козла, то, как бы, это хороший знак. Если на левого, то, как бы, ну, нехороший. Хотя, в принципе, там в Библии не написано об этом. Ну, вот, священники были, вот, как бы, и в этом были, ну, как сказать, вот, испуганы где-то там, как бы, там, увидели в этом тоже дурной знак какой-то, что 40 лет подряд только на левого козла. Вот, значит, как бы, для них это тоже, как бы, было, что-то здесь не то. Потому что, то есть, Бог говорил, я так понимаю, на их языке. Вот, если они, ну, они-то верили, они-то знали, значит, что, как бы, им хотелось тоже, как бы, на будущий год, как бы, наступающий, значит, вообще, как бы, ну, наступивший уже тогда, значит, на Йом-Кипур, как бы, ну, знать, Бог благоволит, не благоволит. Но лето Господне благоприятное, как бы, вот, для, вот, религиозной системы, да. Красные ткани, да, вот эти вот кровавые, вешались в храме, никогда не берели, да. А, еще, иногда, иногда газ западный светильник, а двери храма самопроизвольно распахивались. Вот так вот. Так, что такое церковь? Библейское определение. Библейское определение. Библейское определение, что собрание верующих в Иисуса, как в истинного Христа, Сына Божия. Потому что есть куча всяких других определений, не библейских. Вот, и мы должны понимать это библейское определение. Мне это очень сильно помогло, знаете, в чем? Вот, освободиться тоже от суеверий всяких. Потому что для меня, вот, как бы, ну, в прежнем моем христианстве, таком, таком ортодоксальном, православном, да, вот, значит, церковь – это, вот, структура, система, это иерархия, это моя конфессия вообще, вот. А библейское, да, это собрание верующих в Иисуса, как в истинного Христа, Сына Бога Живага. Так, а ложные определения какие? Ложные. Это вот, к сожалению, очень популярно. Вот, себе тоже написано интересно. Церковь считает культовое здание для богослужений. Ну, это можно назвать, в принципе, но вообще-то суеверий, конечно, так вот. Ну, у людей это очень популярно. Для многих людей, для многих православных, допустим, вот, католиков для многих, вот, церковь – это и есть, вот, собственно, это здание. И многим даже очень трудно, вот, даже помыслить, что церковь – это я, а не просто здание. Кстати, на Руси были, значит, эти, Нил Сорский, Васян Патрикеев, Заволжские Старцы, такие, еще какой-то там, 15-й век, да, 15-й век. Они говорили, интересно, что значит, что, уже московской Руси уже, говорили так, что значит, что храм должен быть не из бревен, а из ребер. Или так еще говорили, храм Божий обшит кожей. Да, вот, что значит, что вот храм – это я, храм – это, вот, собственно, это мы. Да, ну, а вот называть культовое здание – это первое такое суеверие, да, значит, для Богослужения. Потом, значит, иерархия, ну, это я уже говорил уже, ну, и религиозная система в целом. Потому что не то, не то, не то – это, ну, так, церковь по стоку, по скоту можно назвать. На самом деле. Так, особенность экклезиологии, вот еще тоже интересная тема, первых трех столетий. Помните, да, вот, что первые три столетия, когда церковь была гонима от римских властей, то библейские все-таки, ну, иногда гонения как-то так вот, где-то даже во благо получается. Потому что почти все ереси, вот сколько там дальше, дальше я себе отметил, там куча ересей всяких, вот, значит, все ереси, они возникали всегда, фактически, вот, в мирное время. Ну, по крайней мере, они распространялись точно в мирное время. Вот, когда, значит, я так тоже рассуждаю, это как вот дьявол меняет порой тактику по отношению к церкви, воюя с церковью, пытаясь, значит, одолеть, значит, народ Божий, даже если возможно избранных даже вообще, представляете, значит, и меняет тактику. Вот, и иногда он так вот в злого следователя и доброго играет, как бы злой полицейский, плохой и хороший полицейский, вот. На самом деле, хороший самый страшный, конечно, вот, значит, из практики, я уже это узнал сам лично, как бы по своей, вот, практике небольшой гонений. Ну, значит, ну, как, допустим, и собака, допустим, да, которая там гавкает, лает, ну, боишься ее, конечно, но не так, как вот, которая, такая, вроде, спокойная. Вот, самая спокойная собака, самая опасная бывает, она, как, бросится, и все, и порвет сразу. У нас была такая собака, ну, не у нас, а у нашего епископа, который у меня отпугался в священнике в 91-м году. Собака, она, ну, почти не лаяла вообще, она, да, она даже и, что ей лаять-то, вот, она бросала сразу. Вот, она была наполовину волка, наполовину собака, просто не все время болтался, ну, такая вот, очень интересная собака, умная тварь, смотрит, аж, это, холод по спине, вот, и, значит, она, она бросала сразу. К ней только епископ подходил, женщина одна из бухлотеров, там, значит, там, значит, и по археальных, и водитель архиерея тоже, он это, миску ей, там, давал, там, а больше она никого не признавала, эта собака, то есть, все. Для них остальные, для них остальные, это только добыча была, вот, как бы, вот, одного батюшка, там, она порвала, там, ой-ой-ой, вообще. Ну, перерывчик, чуть-чуть. Да. Или продолжим дальше. У нас сегодня еще, да, нет, виски кому надо, встаньте и, ну, здесь надо сделать точно, вот я. Хорошо, да.